Добрый день! Сегодня у нас урок классики. Мы будем учиться правильно готовить атаку на короля, а учителем нашим выступит четвертый чемпион мира Александр Олехин. Мы разберем партию Олехин-Земи, сыгранную в 1923 году, и посмотрим, как будущий чемпион мира подготовил и провел красивую атаку на короля. Начиналось все, ни шатка ни валка. Земи разыграл Сицилианку, и тут Олехин сыграл слон Е2. Тоже ужас, какая атака на короля с такими ходами может быть, скажете вы, но не торопимся, играл веней комбинации. Смысл хода слон Е2 завершить развитие и спрятать короля в безопасность. До каких-то решающих действий в центре белые стараются спрятать своего короля. Итак, Е6. Рокировка, и вот с перестановкой ходов возник практически современный скивенингенский вариант с итальянской защитой. Конь Ф6. И тут Олехин делает еще один неожиданный ход. Понятно, что конь напал на первую. И многие из вас, и я в том числе, сейчас не задумываясь, пойдем в конь Ф3 и попадем как раз в типичную позицию скивенингенского варианта. Но именно при этом в порядке ходов Олехин решил защититься слоном. Почему же так? Одно из важнейших правил атаки на короля гласит. Не допускайте удара в центре. Черные в сицилианской защите постоянно спят и видят, как они делают подрыв в Д5. Поэтому, если можно расставить свои фигуры так, чтобы хода Д5 черных не было в принципе, либо он был бы им не выгоден, этим надо заниматься. Играя по С3, вы не сможете вспомогательной пешке С двинуться в центр. А вот сыграв слона Ф3, как сыграл Олехин, мы сохраняем такую возможность. Земеш не понял тонкостей, напал на слона, подумал, что он этим способом еще и в коду С4 мешает, но нет. Маленькая тактическая особенность. Бить пешку нельзя из-за хода Ф4 с вилкой на короля и на коня. Черные радостно стрескали слона. На тот момент прошло примерно 40 лет, как Стеннис всем рассказал про преимущество двух слонов. Но черные радостно это преимущество и получили. Правда, по центру себя хорошо чувствует белый. Слон Е7, конь С3. Теперь уже можно, теперь уже пешка стоит на С4. Ход Д5 практически невозможен. Рокеровка. Теперь наступает следующий шаг. Белые еще не до конца развились. У них не играет ферзевый слон, у них не играют ладья. Какой же главный этап подготовки атаки на короля? Главный этап получить гармоничную позицию для своих фигур. Чтобы фигуры по возможности играли. То есть создавали давление на соперника. И в то же самое время, чтобы они никому не мешали. Опять же, большинство игроков, не задумываясь, пойдет здесь слоном на Ж5. Или в лучшем случае на Е3. Но ни там, ни там слон по-настоящему не играет. На Ж5 его ничего, кроме бесславного размена, не ждет. Ну, на Е3 он из общих соображений стоит, может быть, красиво. Но конкретного тоже ничего нет. Поэтому Олегин отправляет его на Б2. Для чего? Чтобы слон стоял у себя в лагере. Крепко, надежно, никто на него не нападал. А стрелял по лагерю соперника. Вот. Черные пошли слоны в 6. Их пока все устраивает. Позиция у них слегка пассивная. Слегка не хватает пространства. Зато к ним не подступиться. Ладья Д1. Белые продолжают строить гармоничную позицию, защищая попутно коня. А6. Черные тоже выстроили некое подобие ежа. Они ощетинились по шестой линии. И действительно, на пятую линию белых они толком не пускают. Отхода Ф5 толку, как такового, нет. Что же делать белым? Что же делать белым? Олегин подумал, подумал. И пошел Ф3. Вот. Выглядит логично. Создается давление на короля. И в принципе, когда мы собираемся атаковать короля соперника, держать Ферзя на g3, g4, h5 по вкусу, кому как нравится, полезно. Мы, конечно, выбираем такую клетку, чтобы соперику тяжело было напасть в один ход. На Ферзя. Тут, конечно, можно слон е5 пойти, но будет ход f4. Ферзя на g3. Да, кстати, ферзя на g3 еще попутно на пешку нападал, поэтому черные и заканчивают развитие, и защищают пешку. И вот теперь подготовка к атаке переходит к решающей стаде. Да, буквально там через 5-6 ходов все будет кончено, хотя пока ничего не предвещает беды. Как же это произошло? Итак, после получения гармоничной позиции, чтобы позиция, так сказать, стала гармоничной на 100%, очень важно позаботиться о безопасности своего короля. Почти все выдающиеся атакующие мастера современности, и тем более классики, отличались тем, что перед атакой специально заботились о том, чтобы их король спрятался в максимально безопасное место. Олейкин собрался отправлять вспомогательную пешку f. Я, кстати, говорю часто, сегодня употребляю термин вспомогательная пешка. Что такое вспомогательная пешка? Это пешки c и f. Пешки e и d являются центральными, а пешки c и f вспомогательными. Они тоже очень важны. Пешка c, как мы видим, мешает прорыву в центре. Пешка f будет очень серьезно помогать в атаке. Но если сразу пойти f4, как-то слегка неуютно чувствует себя король. Поэтому обычно ход f4 при короткой рокировке белых, предваряет ход король h1. И моду на этот ход ввел как раз-таки Олехин в этой парке. Король h1, ладья d8. Тут я не знаю, это или промедление, или, скорее всего, недооценка угроз белых. Черные думают, что они там всегда могут коня перевести на f8. И он от всех бед их защитит. Но белые уже пошли в атаку. f4. Черные посчитали, посчитали и решили, что ход f5 ничего страшного не несет. Они возлагали свои надежды на ход слон e5. Ну, с другой стороны, как не возлагать надежду на этот ход, потому что все остальное явно хуже. Если пойти e5, то типичный тонный налет, конь d5, возможно, с последующим коней e6 будет очень неприятно. То есть тут угрожает взятие на f6 и мат на g7. А если коня бьют, происходит такой необычный размен, необычный и очень неприятный. То есть если конь куда-то уйдет, то конь бьет f6. А пешка в ответ побить не может, она связанная. Ну, а если конь не уйдет, слон куда-то уйдет. Хотя я даже не вижу, куда слон уйдет, если честно. Под боем окажется конь и позиция белых будет, конечно, выигранной. Но черные, казалось бы, все предусмотрели. Иначе бы они так вот легко бы в b6 не ходили. Они придумали защитную расстановку. Они собрались поставить слона на e5 с темпом. Коня поставить на f6. Слон бы тогда пешку e6 бы защищал. И эту позицию практически не пробить. Более того, если черным ударь так расстается, ну, я не знаю, с человеческой точки зрения у них может быть даже и поприятнее. Учитывая преимущество двух слонов. Но Олехин не был бы гением комбинаций, если бы не предусмотрел, как говорят на ютубе, кабанин удар в этой позиции. Советую поставить видео на паузу и подумать, как бы вы пошли. Итак, вы подумали, сняли видео с паузы. Олег пошел здесь e5. Он оставил ферзя под боем. Почему же так? Ну, дело в том, что земля, что и съел ферзя. Дело в том, что после взятия на f7 кони белых разрывают черную позицию. Правда, нужно быть аккуратными. Кажется, что естественный ход это вилка на ферзя и на ладью, но, к сожалению, после хода ферзь b8 есть даже небольшой риск и проиграть. Почему? Потому что после конь d8, конь f8 белым еще нужно доказывать компенсацию. в этой позиции. Почему? Потому что пешка заблокирована, матовые угрозы временно отбиты, а ферзь на доске есть. Пусть и ценой там ладьи их. И получается фигура, но есть. Но чемпион мира точен до конца. Он находит ход конь d5 и теперь идея ферзь b8 не работает. Здесь земля ждался. А почему? Дело в том, что на ход ферзь b8 будет уже пророк не конь e6, будет пророк конь c6. У ферзя останется один единственный ход на b7 не подбор. И будет ход конь d8. Угрожает и f8 превращение. Конь бьет, ладья бьет с матом. И угрожает простое сведение ферзя с абсолютно выигранной позиции у бел. С лишним качеством и такой мощный пешки на f7. Ну а если на ход конь c7 черные пойдут ну скажем ферзь a7 это тоже конь c6 давайте скажем ферзь b7 тогда ход конь e6 это тоже на самом деле ход с вилкой. Угрожает сведение ладьи с нападением на ферзя и угрожает если ладья вдруг решит кого-то заблокировать внезапный удар издалека с матом.